Итак, мы сегодня побывали. Мы рады вас видеть в горных, богом забытых аулах. Они объединились. Слушайте, это дом великанов. Дом великанов, посмотри. Мы находимся на трассе, которая ведет из Нальчика через Герпегеш в Кашхатау. Трасса сейчас обновлена. Ехать по ней одно удовольствие. За 20 минут можно добраться из Нальчика в Кашхатау. Цель нашей поездки – перевал школьный, самый высоковольный перевал Кабардино-Балкарии. И не только Кабардино-Балкарии, но и России. Поедем мы через Верхнюю Балкарию и в Безенги. На перевале мы постараемся увидеть шахты, в которых до войны, до выселения балкарцев, добывали свинец. Там есть также пещеры. Перевал достаточно сложный, но уже одно то, что он самый высоковольный в России, говорит об этом. Более трех тысяч метров. Я думаю, что эта поездка будет достаточно интересной. Еще не знаем, куда едем. Ну, по крайней мере, я точно. И думаю, путешествие будет удачным, потому что в следующей передаче я вам буду рассказывать всякие интересные вещи. Я надеюсь, вам понравится. И надеюсь, сегодняшнее путешествие, как и мне, вам тоже запомнит. Ребята, всех вас с первым днем осени. Пусть она для нас будет золотой, уютной, благополучной. Но так как сегодня мы ее начинаем, пускай так и будут. Балкарский приедет. Пусть она для нас будет золотой, благополучной. Пусть она для нас будет золотой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотри, 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 там такой вид, я просто сейчас все заяснила, смотри Мы в доме для великанов, в Аризоне, в Гран-Каньоне и одновременно в Швейцарии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь ты далеко от нас не отходи, а то могут... Ну, украсть не могут, но на время задержать могут Субтитры сделал DimaTorzok Ну все нормально, я здесь Ты скажи, куда уходишь? Да, скажи, я пошла Так точно, сэр Через три минуты вернусь Меня читали, ребята Заслуженно, наверное, я не знаю Да, веселая девчонка Это что, поощрение? Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Вот она, казали тебя Библейский сюжет во плоти Баба нашкодила, ее за это угощают яблоками Я жую Угостили местные нас яблоками Оно оказалось червоточкой, но на самом деле очень вкусное, сочное Ребята рассказали, что здесь растут яблоки Здесь растет капуста И природа дает такую возможность не пользоваться никакими химикатами, удобрениями Вообще, ничем не нужно пользоваться И согласитесь, какая прелесть Коверная яблочка Власть почти не цельность Один взор на борт Изящный поворот И прямо к руке запретный блок Музыка из фильма «Песня высок» Там снимается всего три актера «Бедный покойный Андрей Панин» «Ингиборга Дабкунайта» И Александр Лиценко Наш российский фильм Всего лишь три актера задействованы И Больше чем от него эмоций Вы не получите даже от самого крутого боевика Там нет ничего такого Там просто трое живут ради друг друга В одном доме очень далеко в лесу Обязательно посмотрите Слушайте, это дом великанов Дом великанов Посмотрите на это Сейчас будет диалог Поговорим Что им это попросить? Да, это Что это? Он сказал, что у него сыновья здесь с овцами находится Три улицы села Они объединены Они объединились И овец своих часток Содержат здесь А его сыновья здесь Он приехал Проведать сыновей Посмотреть там Может продукты Что-то привез Все остальное Одни раз в год Это в село гоним Например На прививку Слушаются, да? Куда денутся? Все вместе Яководцы собираются И вниз гонят Там раскол Там Ну Этот Как его У каждого сколько коров Там Вот у него столько телят должно быть Все Отбирают Новые метки ставят И обратно уже И прививки тоже То, что надо Грамотно поставить Мы рады вас видеть в горных Богом забытых аулах В горных шпилях Сейчас барашку зарежем Пока в каске достойно Мы вас примем Все будет красиво Мне тут такую новость сказали Пяшку зарежут Маленькую пушистую пяшку Я не знаю Защит Вот Вот Папывается Вся Что это Капывается Сейчас Папывается Ну Разум Это Парус перевал выше да перевал выше на промежуточной перед перевалом ну совсем мало осталось вот буквально поднимемся здесь и это это плата где считается проходил отрезок великого шелкового пути но это пока не подтверждено здесь круг такая красота которую трудно представить я думаю стоит показать эту я не знаю где мы находимся точно я не знаю местности я не знаю как называются эти горы я просто это все вижу и у меня нет слов достаточно красочной яркой емко описать эти ощущения мы сюда ехали по очень опасной дороге она была с дикими ухабами обрывами но в этом адреналине когда мы подскочили на повороте над отвесной пропастью именно с моей стороны был склон у меня очень сильно ёкнуло сердце но у нас отличный водитель и он не знаю много чего нам интересного рассказал но это был страшный момент на самом деле страшный момент потому что здесь не ловит сеть это правда и была какая-то мысль очень быстро и одновременно далекая что а вдруг что-то случится но это такой страх как если бы ты ночью заплывал в темноту моря в глубину и боялся что тебя утащит какое-то чудовище немножечко детский страх но здесь было такое же что ты просто сгинешь и тебя не найдут может выйдем посмотрим что ты хочешь пешком идти посмотреть что тут может так может пройти чуть о черт я не могу слезть теперь так снимайте меня черт возьми она реально шатается если я сейчас провалюсь это будет это все прекратить снимать мне страшно я не могу назад у меня ноги трясутся ты слышал как она скрипела жутко они вообще не держатся здесь вообще но это было классно но страшно такое ощущение что все сейчас обвалится и ты вот в эту остроту всем телом вопьешься что вот он Шахты вот там По-моему их даже две Тропинка есть точно Причем хуже на Виктор вот здесь посмотри Вот здесь Внизу Шахты нет они не здесь были Она там туда дальше по склону Вот это нет 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 Это дорога шла Она шла туда Там прям шахты я думаю видно будет Вот типа этих строений Такое место 3000 Почти 3140 метров Если быть точным Ну почти 3200 Собственно Это и есть тропинка К штольня Как я слышу Из рассказов старших Вот это опасное место Вот это опасное место Можно по верху чуть пройти Ну подожди мышь не это Хотя бы Ну судя по всему Дальше Дороги нету Шахту Штольную так сказать Или шахту Как правильно Я не нашел Не знаю где Мне кажется вот затем бугром она Дальше Ну возвращаюсь Не нашли мы Свинцовую шахту Настроение геологов Присутствует Вот сама шахта Нифига не понимаю где Тут надо выключить Тут короче Опасная дорожка Камни сыпятся Насыпаются Нестабильные Поэтому Юрий Владимирович Аккуратненько Без эксцессов Без напряжек Идем Непонятно где Что у меня было Осталось за кадром Так скажем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А у нас в селе Хорошо выпивающий был один человек Мужчина В возрасте Он там выпил хорошо И шатая сто с одной Край улицы другой Переходил и шел Качаясь Ну видно было Сильно выпивший А одна пожилая женщина Вышла и говорит Магомед Это я условно говорю Магомед Магомед Иди я тебе Айранчик налью А он выругался Я сам еле-еле Опьянел А ты хочешь Чтоб я вытрезал Айранчиком Хотел угостить его А он выругался Я сам еле-еле Невероятно Интересное И очень Как бы сказать Богатое Полезное Ископаемое место Перед Нашей поездкой Я посмотрел Книгу Которая выходила В 50-х годах Полезное Ископаемое Каврино-Балкарии Невероятное Количество Самых Разнообразных И цинк И золото Да Не в таких Промышленных масштабах Но Здесь все Посмотрите Покажешь потом Камни Которые здесь Цинк Цинковые Вкрапления Вкрапления Перитов Вкрапления Ну Естественно Очень небольшие Золотые крупинки Вообще Здесь В 30-х годах Во второй половине 30-х годов Был построен Небольшой поселок Вот перед нами Несколько Жилых зданий И Где Жили Геологи И Шахтеры Шахт Было Две Здесь Они были Неглубокие Одна шахта Примерно Чуть Меньше 100 метров Другая Более 100 метров Ну Так По тем данным Которые Вот В книге Полезное ископаемое Каврино-Балкарии Здесь Но все это было К сожалению Впоследствии Заброшено Сегодня Даже Шахта Не найти Потому что Они засыпаны Камнями Вагонетки Здесь стояли По которым Доставляли Руду А эту Руду Спускали вниз И Руду Перерабатывали Не в Капардино-Балкарии Руду Перерабатывали На Кавмин водах Ее возили туда Здесь В этом же месте Есть еще Несколько Пещер Но Как Писал Один из геологов Который Здесь Находился В конце 30-х годов Одна пещера Представляет Несомненный Интерес Потому что Они не смогли Найти Ее конец Но К сожалению Здесь Очень рыхлые Породы Они осыпают 87-й Всесоюзный Маршрут Где В прошлом Веке В конце Прошлого Века С Трубазы Голубых Озер Туристов Переваливали В Сванетию Перевал Называется Твебер Вот Через Вот этот Перевал Они Почти Ежедневно Проходили Туристы Отдыхающие Трубазы Голубых Озер Проходили Тут А здесь Вот с этой Стороны Знаменитая Безиндийский Летник Протяженностью Более Более Десяти метров Если я не ошибаюсь То есть Десяти километров Самый крупный Летник На Северном Кавказе Десяти метров Продолжение следует...